Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В день преподобного Сергия Радонежского, конечно, все вспоминают в первую очередь его благословения, его молитвы о победе русского воинства на Куликовом поне. Почему вообще было попущено такое нашествие, которое длилось два с половиной века? Все отцы, которые жили тогда и те, которые жили позже, сошлись в одном мнении. Это было попущение Божие за междоусобные брани между русскими князьями, которые постоянно убивали друг друга, борясь за власть. Вот эта междоусобица не любовь христианская, а наоборот вражда, и породили то явление, которое называют монгольским нашествием. Но вот изменилась ситуация к лучшему. В чем она изменилась? Не в военном отношении. Она изменилась к лучшему в духовном смысле. Нашлись люди, которые стали изменять духовный климат в нашей стране. Их молитвами все начало потихонечку меняться. И одним из них, можно сказать, одним из главных таких людей, которые меняли духовность России, был преподобный Сергий Радонежский. Его авторитет был настолько велик, что о нем знали даже в далеком Константинополе. Мы знаем, что митрополит Московский Алексей даже хотел, чтобы после его смерти преподобный Сергий возглавил русскую церковь. По смирению Сергий уклонился от этого высокого сана. Но сам факт говорит о том, что его очень высоко чтили, почитали во всем русском пространстве, на всей территории тогдашней Руси. О нем, я повторяю, знали за рубежом, тем более его знали в своей стране. Он создал множество монастырей, он воспитал множество будущих святых, которые тоже создали свои монастыри, тоже были игуменами. И вот когда этот перелом духовный начался в России, вот именно тогда произошло то событие, о котором помнят все. Победа на Куликовом поле. Это была в первую очередь духовная победа, потому что народ, благодаря такому светочу, как Сергий и его ученики, вновь стал обращаться ко Христу. И Господь переменил свой гнев на милость. И мы знаем, что только молитвами, только добродетельным житиям мы можем заслужить милость Божию и помощь вот в таких военных обстоятельствах. Почему Сергий послал двух схимников на бой с Челубеем? Вы все помните об этом, я еще раз напомню кратенько. Челубей был тибетский монах высшего посвящения. Это тот человек, который знал все боевые искусства и с помощью вот этих демонических, оккультных сил мог победить любого, и потому такие люди назывались бессмертными. Их было единицы такого посвящения. Он был и физически силен, но плюс к этому он был еще и крупнейшим магом. Ему подчинялись демоны высших чинов, поэтому его победить никто не мог. Преподобный Сергий по откровению Божию, конечно, знал об этом. Именно поэтому он послал молитвенников. Не простых воинов, а именно молитвенников, потому что только силой молитвы можно было победить врага. Сам молился. Все его ученики и все его чада во всех монастырях, которые он создал, все молитвы, Естественно, эти оба воина, бывших воевод, они были воеводами до пострижения, а потом были монахами, пострижились. Так было очень часто на Руси, когда воины принимали постриг монашеский. Мы помним даже еще древнего Илью Муромца, который тоже был воином и принял монашесу, погребен в Троице Сергея Лаври. И своим явлением своей родственницы, уже в нашем 21 веке, доказал, что он действительно именно тот самый воин, о котором былины складывали на Руси. Вот именно он лежит своими мощами в Троице, простите, в Киево-Печерском монастыре, в пещерах. То есть это было обычным после воинских подвигов принимать на себя покаяние, монашество, и есть, собственно, покаяние, и уходить в монастырь, для того, чтобы те грехи, вольные и невольные, потому что все-таки приходилось убивать врагов, они хотели эти грехи все замолить. И вот таких двух воевод, но снабженных помощью Божией за их молитвой, за молитву преподобного Сергея, он послал на битву. И всегда так было, как только народ начинал возвращаться к Богу, наши воины побеждали. Даже в то безбожное время, во время атеистическое, во время коммунистического правления XX веке, при нападении Германии на Советский Союз, когда Сталин приказал открыть церкви, которые еще остались невзорванными и могли действовать, приказал по воле Матери Божьей, которую ему передали от митрополита Горлеванских Ильи Керима, передали через патриарха Сергия, но тогда еще митрополита, он все выполнил, вернул священников с фронтов. Эти церкви, их было более 10 тысяч открытых, стали служить. И кадры, которые до нас дошли, хроники того времени, показывают, что церкви были настолько полны, что люди стояли, вот действительно, вот есть такой образ, сельди в бочке, их очень плотно туда заталкивали, эти сельди, и заливали раствором соляным. Так вот, как сельди в бочке. Посмотрите эти кадры, вы убедитесь. Народу в церквах было огромное множество. Люди стали молиться. Среди, кстати, этих людей были не только бабушки, было множество мужчин и воинов. Вы увидите в этих документальных кадрах очень много военных, которые пришли в форме молиться Богу. Именно это и было тем самым переломным моментом и позволило нашей стране победить. Люди вспомнили о Боге. Кто, кроме Бога. Да, враги наши сильны, велики, но мы, как говорил пророк Давид, во имя Господа Бога нашего призовем. То есть победим именем Господа с Его помощью. Не на себя будем надеяться, но на помощь Божию. Поэтому и в нынешнее время эти заветы наших отцов и Давида, и нашего великого полководца Александра Васильевича Суворова, он уже свят потому, что, во-первых, был глубоко верующим человеком, это само собой разумеется, воинов своих учил любить Бога и молиться перед боем всегда, и вообще причащаться постоянно. Но самые его победы, а ведь это уникальный случай, когда ни одной битвы он не проиграл. Даже если был по количеству воинов в меньшинстве, были случаи, когда он в 10 раз превосходящего противника побеждал. Это возможно только силой Божией. Поэтому у меня нет сомнений, что это святой человек. И без всякого сомнения, его надо было бы давным-давно причастить к рику святых, как и великого российского адмирала Ушакова, который тоже не проиграл ни единого боя морского. Так вот, благодаря молитве побеждал Суворов, благодаря молитве побеждал Ушаков. И вообще, когда русские люди вспоминали Бога, возвращались к Нему, так же, как в древности богоизбранный народ еврейский, тогда еще знавший Бога, когда люди обращались к Богу, всегда побеждали своих врагов, несмотря на их численное превосходство. Будем помнить об этом, будем молиться, все, кто может молиться, о победе над коллективным врагом, который напал на Россию со всех сторон. Это не Украина, отнюдь. Это весь сатанинский, предавший свои души сатане, Запад. Вот если мы будем молиться Богу, против этих сатанинских сил мы можем победить только молитвой. Поэтому я всех призываю к тому, чтобы мы усердно молились за воинство наше, молились Богу, обращались к Ему, почаще причащались, читали Акафисты, Божьей Матери, Спасителю, Архангелу Михаилу, великим нашим воинам, как, например, Георгию Победоносцу и многим другим, и, конечно, преподобному Сергию, память которого мы сегодня празднуем. И я всех вас поздравляю с этим праздником преподобного отца нашего Сергия. Аминь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.